Доброго времени суток, уважаемые любители винокурения, самогонного варенья, никто как его называет. Я лично называю, наверное, свое хобби винокурением. Хотел бы сегодня сделать небольшое обзорное видео, с чего начиналось и к чему я пришел в сегодняшний момент по производству напитков для дома, ну для себя, скажем так. Начинал я чуть больше полгода назад, в июне 2015 года, сегодня у нас на дворе Старый Новый Год 2020 года. Увлекся, благодаря, наверное, в какой-то степени Ютубу, посмотрел пару роликов, выбирал себе хобби, перевалил за 40 лет с небольшим рукой, тут 40 с хвостиком. Рыбалка, походу, ну, как-то для всех, по-русски добавил, хобби, на себя, скажем так, на такое по душе, которое ближе к дому, у меня где-то пришло искать, это я выгнал для себя варенье самогона, виск, ну и прочих производных от него. За это время свалил очень много всяких разных интересных вкусных упитков, которые употреблял сам с родственниками на всяких, на всевозможные мероприятия, скажем так. Начинал все с сахарного самогона, обычно варил сахар, ставил брагу, на обычных дрожжах, без всяких заморочек. Первоначально, ну и как бы с самого начала, я до сих пор, у меня, вот единственный мой аппарат, я хочу показать вам, я его называю «Свой поилиц», ничего такого сверхъестественного в нем нету, но обычный 20-литровый куб с обычным холодильником, без наворотов, без ничего, маленького теплевого, где-то видишь, потому что, конечно, он не успеет. Потом, со временем, потихонечку, потихонечку у одного знакомого товарища по «Венесуэку», скажем так, услышал ангел, это Кодзи, на столе. Ну, всех их, все их, все вы знаете, кстати, наверное, вероятность, что видео и будет называться что-то, как-то связанное с Кодзями. Это грибок китайского производства, много о нем в видео, много в нем описаний в интернете. Ну, по сути, для меня я сделал вывод, что это какой-то грибок. Причем, очень много о нем противоречий, положительных, так и орицательных, но тем не менее, мы это еще обсудим в нашем видео. И последние, наверное, месяца 4 я вас поставил строго в ракове, горю самогон, виски и прочее, но какие-то, только на Кодзи. Очень много информации в интернете и в грибе, ну, наверное, она разница только из-за того, что всякие всевозможные различные физико-климатические какие-то условия. Например, я проживаю в городе Алмата, мой дом находится на уровне моря около 700 метров на море, может быть, из-за этого. Ну, к примеру, температура кипения у нас не больше 90 градусов, у меня уже начинается процесс, и выше 90 у меня редко когда поднимался в аппарате. Хотя, ну, как бы говорят, что там 95-96, вот мы вводим только так, не меньше температуры, ничего подобного. 90 градусов, 86 уже начинает бежать. Причем бежит такой уверенной струей, где-то я замерял 30 минут литр набегает. Где-то быстрее, где-то медленно, но это не столь важно. По оборудованию, в принципе, все сделано своими руками, но сам набор, понятно, купленный. По меркам будем говорить, будем, наверное, переводить на доллары, чтобы было удобно пришло. Зрители, я так понимаю, будут со всех стран СНГ. Ну, долларов, не знаю, здесь меньше. Ну, долларов 50. Ой, нет, рот, извините, долларов 150. К нему я сделал попугай своими руками, это труба ПВХ, причастность я больше уверен, что будет, ну, какие-то будут комментарии негативные, типа того, что труба ПВХ, это нехорошо, токсины, максимум и прочее. И вот, да, но, как я считаю, ну, на это, этого попугая я уже использую давно, больше, больше полугода. Ну, может быть, первые напитки, может быть, и были не очень полезные. Но мы живы. Блин, никто не кашляет, никто за почки не хватается. Ну, опять же, труба, насколько я знаю, не будет сделана, наверное, в возможность пищевого пластика. Ну, возможно. Хотя, если нет, то есть не смертей, живы, здоровы и летом, рады. Сегодня, кстати, я перегоняю самогон, наставленный на концы, 100 литров браги на рисе, ставлю на рисе. В редких случаях, ну, первый раз заставил на кукурузе, кстати, у меня сегодня стоит бочка, кукуруза я попозже покажу ее. Со 100 литров браги на данный момент идет второй перегон, второй перегон уже голый отобранный, собрано у нас, ну, чуть больше 10 литров, где-то 74 градусов он будет на выходе, ну, 74-70, думаю, еще литров 5, наверное, бежит. Итого, со 100 литров у меня получается где-то около 16 литров 70 градусного самогона, то есть при доведении его до 40 градусов, соответственно, увеличится объем. Я считаю, что очень хороший выход получился в этот раз, хотя, ну, каждый раз он варьируется, где-то больше, где-то меньше, все зависит, как я понимаю, от того, как перепродил процесс. Кстати, на столе стоит мой продукт, выдержанный вот в этой бочке, больше трех месяцев я держал этой бочке, бочка, в этой бочке всего-навсего второй заход туда заливал я, протяжал три месяца продукт, идеальный. Многие виски рядом и стояли, тут у меня, кстати, есть, не знаю, грамм 700, наверное, может быть, грамм 500 стоит, ждет, когда я выгоню самогон, чтобы бочка не рассохла, сейчас я всегда там лежу грамм 500, сейчас я буду сгибать, посмотрим, что здесь получилось у нас. Ну, думаю, ничего плохого тут не получилось, продукт получается идеальный. Давайте поговорим о том грунте, что я использую, ну, о попугай я уже говорил, ну, штатный набор ариометров, 40, он сейчас лежит в попугаю, у меня мерит 70 градусов, до 90 градусов, и термометр, ну, как термометр я, по сути, по сути, по сути, по сути, по сути, не использую. У меня замера козди используются весы, обычные столовские весы, граммовые, очень удобно, отмеряется без проблем, ну, мерный стакан, колба для замера, тоже очень удобно, у меня пластиковая, хотелось быть стеклянный, но, блин, бьются они сильно, поэтому не беру. Настаиваю на дубовой щепе, марку, не буду показывать, куда будем рекламировать, либо дубовая щепа, либо почка. Скажем так, если нужен быстрый результат дубового щепа, скажем, звонит сосед, родственник, брат, сват, срочно нужно, без проблем ставится на дубовой щепе, добавляется корица, вот она, 15-игрового пакета, вот такая вот трубчатая, одного пакетика хватает, в принципе, чтобы не сильно вкус корицы не забивать, одного пакетика хватает, в принципе, на тот объем, который вы планируете, хоть 10, хоть 15 литров, в принципе, роль не играет, корица дает очень хороший вкус. Добавляется, обязательно добавляется гвоздика, это 5-6 бутончиков, больше не рекомендую ложить, потому что, ну, к примеру, если 3 литра самогона 40-градусного, ну, надо достаиваться, там, видите, по 42-градусу я достаиваю, то можно переборщить. Буквально несколько горошек черного перца, для смягчения самогона добавляю, на 3 литра добавляю 3 столовые ложки сахара, в соответствии, 9 литров, то и больше сахара. Закрывается вот в этот бутыль, ставится, первое время ставил в теплое, прохладное место, после этого перестал это делать, ставлю только на светлое месте, ставлю на кухню, не заморачиваясь, получается идеально. Максимум неделя держится, максимум неделя бывает меньше. Если свежие, первый раз используются за чипсы, вообще идеально получат. По вкусу, вот стоит у меня стареемый виски со льдом, весь новый готовый употреблят. Вкуснятина неописуемая, после которой, к самому добавить, еще и не болеешь. Ну, что еще? Тут у меня вот здесь такой вот мелкий ариометр, венометр, я и меряю готовность браги, то есть, если брага отгуляла, вышла на мой краб, то брага готова. Не жду, когда брага посветлее, не жду, когда брага там что-то, а что-то, где-то осядет. Гонится прекрасно. Пробовал просто неоднократно, как-то уехал в командировку, зависла у меня брага, стояла практически месяц. Да, вот посвет, она желтенькая такая, прекрасно пахнет, как тут все горят на всех YouTube-каналах по самогонному времени. Такая прозрачненькая, желтенькая, с запахом шампанского. Сегодня гоню, ну, то, что, вернее, перегоняю. Остаял ровно две недели. Как только я увидел, что на данном венометре вышел на ноль, как только вижу, что только раз в секунду выходит какой-то там пузырек, в принципе, брага сыграл. Она говорит о том, что вкусы там что-то испортятся, а какая-то органолептика, все это и удастся. Я считаю. На мой вкус, на мой цвет. Не знаю, те люди, которые пробовали мои напитки, мне никто не сказал, что там что-то получилось. Никто, где-то там переболел, вылил. Все выпивается. Другие люди приходят, просят, заказывают. Без проблем. Поэтому, как бы, в этом вопрос не возникает. Отжимаю зернину, то, что остается от риса. Кодзи удивительным образом убивает рис. Отжимаю через женские колготки обычно. Прекрасно. Лучший вариант не придумаешь. Вчера буквально отжимал. Ради интереса завешивал. Сколько же остается риса в итоге после переработки браги. Засыпалось 15 килограмм риса. Сейчас вам покажу, что за сечку я покупаю. Вышла вчера, я взвешивал 2 килограмма 200 грамм. Кодзи съедают. Это грибок, который убивает, выедает, пожирает. Все, что попадается на его пути. Кстати, о кодзи. Во всех интернет-порталах, на всех YouTube-каналах людям говорят, что необходимо тратить на нормальную брагу 9 грамм на килограмм зерна. Зерна, пшеницы, не знаю, пичменя, глиса, кукурузы. 9 грамм. Да, я согласен, я начинал с 9 грамм. 9 грамм. Идеально. Прям огонь бурли. Потом думаю, попробуем чуть пониже сделать. Сразу на 6 грамм спускаюсь. Эффект аналогичный. По времени начала брожения, по времени окончания, уже необы разницы. Вчера ради интереса, я вот сейчас возьму руки, вот, свою вашу палку-мешалку, попрошу обратно, поводи поближе. Вчера ради интереса я поставил 35 литров браги. В них около 7 килограмм рисовой сечки и 5 килограмм рожи молотой, мука. Вот я при вас открываю крышку, попрошу поближе подойти. Вот, прекрасно видно, здесь насыпано всего 3 грамма кодзи на килограмм. Вообще пшик. Вот я при вас показываю, что сейчас произойдет. Вот она, брага, это первая, я ее периодически помешиваю, она практически взрывается. Причем ниакого гидрозатвора, в принципе, не ставлю. Вот на этой бочке ниакого гидрозатвора не ставлю, и она, чтобы закисала, там какая-то пена выходила. Такого никогда не было у меня. Сейчас я вам покажу бочку номер 2. В которой стоит бурбон, ну, будущий бурбон, которая стоит на кукурузе. Здесь 6 грамм на килограмм, но здесь бочка 60 литров. Здесь около 20 килограмм кукурузы. Эффект приблизительно тот же сейчас будет. Вы увидите, как начнется у меня процесс активного вывода уголь кислого газа из браги. Ну, скажу честно, по запаху, блин, кукурузу, конечно, дома ставить не советую. Если там, ну, такие привередливые. Ну, у меня, как бы, кухня позволяет, она большая, и такого, как бы, запаха, чтобы я не ее... Если, конечно, уникнуть ее поближе, то, конечно, удовольствие сомнительное. То есть, что 6 граммов, вы приблизительно видели, что 3 грамма, я это сделал вчера специально, поставил на 3 граммов, чтобы показать сегодня на видео, вроде аналогично. Проблеме нет, займет те же 2 недели, плюс-минус. Ну, единственный вопрос, я вот буквально сегодня смотрел видео, на котором предлагают делать это холодное осахаривание, брожение холодное. Предлагаю делать горячее, то есть, взять зерно и залить его кипящей водой, ну, доведен до смеси 2 градусов. Человек утверждает, что процент брожения идет быстрее, я согласен с ним, вероятно, все так оно и будет, потому что рис или зерно, оно размокнет, наберет воду, кипяток ее ошпарит, даст сразу из крахмала сахар, как вариант. Но я пока делаю так, планировал сегодня сделать, может быть, на горячем, но не получится у меня. В связи с тем, что у меня уже готовый очередной затор, очередная брака, что же снять. Почка 50 литров, здесь у меня молотая рожь и рис. Ну, сейчас сечка рисовая, которая продается у нас в магазине, в котором, ну, корм для скота. Это сечка рисовая, это вот такая вот молотая рожь. Здесь порядка 8 килограмм риса и порядка 5-6 килограмм рожьи. Многие говорят, бочки надо обрабатывать, надо заливать кипятком, дезинфицировать, органцовкой. Как делаю я? Эта бочка еще вчера стояла на рисовых козях. Рис, козе, не бродила, вылил, помыл. Что я сделал? Сегодня налил в нее 100 грамм первака, голову, 100 грамм, по одну купальню, размазал, вылил. Все, дальше не заморачиваемся. Процесс такой, как это делаю я. Но я, к сожалению, до конца не покажу, потому что не охота бегать за водой. Да и время ваше отнимать. Процесс обычный, проще, не придумаешь. Засыпаем рис. Засыпаем рожьей. Получается практически пол бочки. Бочка 50-литровая. Ну, с учетом того, что как бы глаз уже набитый, весами я уже пользуюсь не так часто. И приблизительно знаю, что все по мне надо. Берем кодзи. Это не наши друженики. В этой пачке у меня оставалось около 130 грамм. И еще надо чуток. Вот оно. Ну, если брать по меркам сахара, ну, 100 грамм нет. Грамм из 70 есть, 60 в лучшем случае. Засыпаем кодзи. Не надо ничего придумывать. Вот таким образом, чуть-чуть расхудяясь, скажем так, высыпаем кодзи. Берем воду. Холодная вода просто из крана, водопроводная. Ну, градусов 10-20, 25 есть, 28 в лучшем случае. Заливаем водой. Не надо ничего делать больше. Как бы, ну, по идее, надо сбегать еще пару воде принесено. Я поставлю, покажу, чтобы она набиралась. А так, по идее, даже вот так сейчас ее оставить. Сейчас еще ее ведро залью. Как раз она стоит потихонечку набирать силу. Гроза нужно набирать силу. И, поверьте мне, если бы, ну, если это видео буду продолжать, то вы увидите вот такую же реакцию, которая сейчас проходит в этих двух бочках. Аналогично. Не надо ничего заморачивать с ней. Чтобы она закисла, я не знаю, что надо бросить. Какой-то кисти. Вот в этих, в этой бочке. Вчера мне оставалось вот так браги на дне литра всем. Я засыпал туда рис, засыпал туда рожь, засыпал сверху кодзей маленько, залил водой. Нигде ничего не закисло. Прекрасно видите, что она, ну, не крайне часто на счет, почему бы вымыли, она приостановилась в силу набираем. Прекрасно играет. Так, почему, ну, даже не почему, предпочитаю, почему газ, ну, строго из экономической составляющей. Если брать по ценам, вот, например, вот эти две бочки, которые я сегодня поставил, в долларах сумма не превышает 10 долларов. Вот, две бочки 85 плюс-минус литров. Сейчас, секунду, воду принесу. По себе стоимости две бочки, как я говорю, не превышают 10 долларов. То есть, две бочки 10 долларов, ну, плюс кодзи 60-70 грамм. Что он может у нас кодзи тоже стоит порядка 10 долларов. Газ копеечный, вода не такая дорогая у нас. Ну, что еще для счастья? Ничего для счастья больше не надо. Мы получаем хороший продукт, достойный продукт, который не стыдно поставить на стол, не стыдно укусить друзей, товарищей, коллег и прочих, и же с ними, как говорится. И поутру не иметь головные боли, похмельных синдромов и прочего. Предлагаю, в нашем внимании, давайте попробуем слить бочку, вернее, 500 грамм. Они стоят где-то здесь, в этой бочке, около двух, может быть, трех недель. Все это делается вот так. Вот он идет, наш волшебный генитарный напиток. Еще выходит обожженная древесина, дуба. Ну, цвет, сами видите, насыщенный цвет. Насыщенный цвет надо еще поискать. Ни одном заводской виске, как вариант, который подается в наших магазинах в Казахстане, рядом не стояло. Сейчас я налью в рюмочку, попытаюсь показать. Ну, лучше стакан, наверное, да? Чтобы показать цвет. Причем, было на лида просто для должен был. Бочка не рассохлась. Ну, я не знаю, камера передаст, не передаст цвет, но насыщенный, дискарный цвет. На стенках вот они. Здесь и видно эти ножки, грибочки. Вот они сейчас стекать будут. Лучше напитка, я вам скажу так, наверное, надо еще поискать. Вот она, стекает. Ну, пить мы ее не будем. Знаю, что мне было 44 градуса, когда я залила бочку. Но по вкусу все как бы меня устраивает. Я знаю, просто уже не первый раз ставлю, не первый раз выливаю, переливаю, дегустирую и прочее. В принципе, на сегодня, мое видео будет закончено. Но самое главное, что я здесь ставить, по кодзям, кодзи. Не знаю, 2 грамма, конечно, тоже перебор сыпать, но 3 грамма работает, ребята, 3 грамма работают. Не в плане того же жопности, или же зажим, даже какой-то зажатости, я говорю. Но по сути, это грибок. Грибок попадает в среду, что делать, начинает активно размножаться. Всего-навсего. Считаю, почему написано 9 грамм. Ну, с вами понимаешь, что бизнесмены настроены на то, чтобы продать его нам больше. Хороший продукт, но как бы смысл его использовать в тех объемах, которые нам. Достаточно того, проверим, как говорится, на себе. Ну что, хочу пожелать всем удачных выгонов, чтобы, как говорится, на килограмм продукта выходил литр продукта. Всем крепкого здоровья, успехов, ну и удачи!